Позвольте представить вам наш скромный опыт в использовании различных технологий локальной деструкции. Ну, во-первых, сразу же не до кода корифея, это не ко мне. Но методы локальной деструкции, они широко известны, уже давно используются в Институте Вишневского. В принципе, все они применяются, кроме фокусированного ультразвука, необходимой электропорации. Но это тоже всем известная зона применения, где же можно применить все методы локальной деструкции. В принципе, это висократка, то это там, где нельзя или уже нельзя выполнить хирургическое вмешательство. Это рекомендации европейские по лечению гипоцеллярного рака. Не удалось бы быстро-срочно найти подобные рекомендации в отношении метастазов колоректального рака, но тенденции такие же. Локальная радиочастотная абляция считается стандартом лечения пациентов с опухолями, извините. А вот другие методы деструкции локальной, включая микроволновую и криоабляцию, пока находятся в стадии разработки, в стадии изучения. Это результаты многоцентрового исследования, которые сравнили результаты воздействия крио, деструкции микроволновой абляции радиочастотной. Как видите, все эти методы локальной деструкции имеют право на жизнь. Никоим образом не влияют на развитие местного рецидива, компрессирования, никак не влияют на онкопроцесс. Получена пятилетняя выживаемость, тем более, что это более чем 10 лет назад было исследование. И тяжелое осложнение больше всего после крио-воздействия. Это объясняется тем, что очень много различных приборов, литигенного протокола, недостаточно правильный подбор больных и так далее. То, что у других методов уже отработано, в крио-воздействии это еще не паханное поле. Говоря о методах локальной деструкции, стоит остановиться на этой схеме. Чем ближе форма воздействия к шару, тем удобнее и проще выполнить более адекватно эффективную деструкцию, абляцию патологического человека. Как видите, более всего приближено это черезкожно-ведение спирта, но маленькие размеры, это крио-деструкция. И вот новое, то, что появляется, термосфера. Остальные, они немножко литойные, или вот на схеме РЧА, это последствия принижения к сосуду. Это наш опыт использования радиочастотной деструкции. При патологическом образовании печени по поводу метастазов полуроктального рака. 202 сеанса, это практически 70%. Чискожная РЧА была выполнена на 292 пациентов, всего открыто 42. Не так редко мы используем различные сочетания резекции печени плюс РЧА. В вариантах, когда то, что видно налево в слайде внизу, когда достаточно изменена, чаще всего циотически измененная печень, здесь РЧА, она вообще незаменима на этапе выполнения самой резекции печени. Это самая первая в России резекция печени с применением радиочастотной абляции. Ополняет Владимир Александрович Лишневский, наблюдает тогдашний директор Института Академии Фёдоров Владимир Дмитриевич. Вот мы на несколько дней опередили онконцентрирование имени Блохина. В общем, чем гордимся до сих пор. Показания проведения РЧА, в общем-то, неизвестны. Это дезиндуальная опухоль после применения одного из методов МК-радионструкции или после хирургического вмешательства. Это общие противопоказания проведения резекции и низкий функциональный резерв печени. Противопоказания проведения до наличия у пациента искусственного водителя ритма с полиуретаном покрытием электродов. В настоящее время современные электроды, в общем-то, вроде как фирмами преподносятся, что они ничего не боятся, но, в общем-то, хирурги, насколько я знаю, всё равно продолжают бояться вот именно установленных галлистимуляторов. Также противопоказания – это проведение липотисных контакт с полным органом магистральным сосудом и диссеминация опухолевого процесса. Факторы риска значимо влияют размеры очага, тем больше, тем хуже прогноз. Значение большое имеет морфология опухоли. Вот тема сегодняшнего доклада – это застазы колоректального рака. Это далеко не лучший прогноз по сравнению с теми же, допустим, нарядоклиниями и опухолями. Ну и техника РЧА, как ни странно, вот, казалось, открытая РЧА – более благоприятный прогноз, практически в 4 раза меньше, чем в печи с сложным радиочастотным воздействием. Оказалось, что наиболее часто метастазы колоректального рака, по нашим данным, поражают правую долю печени. Более 20% – это седьмой сегмент, затем идут пятый, восьмой сегменты, ну и реже левая доля, особенно первый сегмент. То, что необходимо соблюдать – это протокол проведения радиочастотной абляции. В общем-то, мы тоже об этом часто говорим и пишем. За один сеанс не более пяти очагов, размеры до пяти сантиметров, подпочтительные от полутора до трех. В соответствующем положении пациента на столе необходимо тростезиологическое пособие, обязательно трозвуковой контроль. Это относится не только радиочастотным рецидом, это к любому методу локальной деструкции. Необходима и обработка функционного канала, необходима оценка утрозвукового не только самого вмешательства, но и развития возможных осложнений. Ну и немножко, чуть особо просто, показания для использования кластера. Здесь можно немножко большие размеры взять, образование. Необходимо также использовать безопасную трассу для всех трех игр. Лапаротонный доступ при радиочастотной абляции дает возможность полноценной ревизии, легче позиционировать электроды. И когда используется при одном моменте вмешательство на печень, очень удобно, допустим, печень наиболее поражена, часть ее удаляется, а оставившуюся часть вполне можно выполнить радиочастотную деструкцию. Лапароскопический контроль, лапароскопический доступ как-то одновременно стал популярным, но крайне неудобно, большое число осложнений. У нас три подобных вмешательства было лапароскопическим доступом. В общем-то, если честно, я бы не рекомендовал его. К использованию, по крайней мере, к широкому применению лучше использовать либо открытый доступ, либо чрезвожный. Критерии эффективности. Вверху первый ряд представлен данный УЗИ до выполнения деструкции первые сутки и через 6 дней после вмешательства. Об эффективности радиочастотной абляции все-таки лучше судить, правильно, наверное, судить по данным МРТ, путем даже наложения будет видно. Вот первые сутки мы всегда делаем в течение первых суток до развития отека. И вот как это меняется картинкой зоны деструкции в динамике. Существуют критерии эффективности как МРТ, так и УЗИ. Значит, все-таки УЗИ больше нацелена на выявление возможных осложнений в щенку. Поэтому его необходимо использовать как интраоперационно, так и в послеоперационном периоде. Критерии эффективности, чему все-таки МРТ может использоваться часто, для лучевой нагрузки, достаточно одного режима, бесконтрастного препарата и очень четкая визуализация самих каналов после упаления деструкции. Данный морфологический исследований, верхний ряд, это первые два часа после выполнения радиочастот таблицы. А вот так выглядит зона таблицы через два года. Эффективность подтверждена морфологически. А вот так случилось, что ряд пациентов у нас после РЧА на фоне химиотерапии, в чем-то случае уже стали, были признаны резектабельными. На операции видно, первый ряд это адекватно выполнено РЧА, просто по поводу другого прогрессирования, в другом месте печени была выполнена резекция. А слева вот все-таки видно в зоне РЧА разрастание вне опухоли, вне зоны РЧА, разрастание опухоли ткани, то есть это неполно-радиочастотная абляция. Литературные данные, в общем-то, неизвестные, достаточно неплохая медиана выживаемости под 50% отдельных актеров, есть летняя выживаемость больше 30%. Осложнение, самый неприятный вариант, слева это травма половой органы, на данном случае желудка. К сожалению, это бывает не часто, поэтому все-таки нужно 10 раз отмерять и натрешку, все-таки нужно выбирать максимально безопасную трассу для установки электрода. То же, что прозвучало, нередки исключения, в отличие от легкого, то, что было у предыдущего докладчика проговора, здесь печень, особенно это часто развивается, если прилижает желчный проток, даже, казалось бы, не самый крупный, но если какая-то постирочная травма, если есть белома, то, в общем-то, нередко это зона будущего абсцесса, с этими больными нужно рассмотреть. Проявление гемобилея и вот очень неприятное, сложнее, по крайней мере, которое вызывает значительное неудобство у больных, это ожоги на месте стояния пассивного электрода. Вот эти ожоги, это всегда вина хирургов. Либо больному меняли положение тела, либо хирург облокотился, там, устроил или положил инструменты на место стояния электрода, то есть за электродами всегда нужно смотреть, нужно контролировать их положение. Такое неприятное, сложнее. Результаты у полпроцентов пациентов выиграли в первые три месяца после выполнения радиочастотной абляции от полиоргана недостаточно истили развитие перитонита. Повторные процедуры РЧА приводят к осложнению чаще в два раза, чем первичные. Чаще травмы желчных протоков отмечаются при центральной локализации. РЧА у 40% больных в нашем опыте производилась после проведения полиохимиотерапии. Результаты несколько лучше. Но, как я уже сказал, что проведение методов локального висцов никоим образом не влияет на развитие опухолевого процесса, на его прогрессирование. И вот 4% пациентов после выполнения РЧА на поле проведения химиотерапии в чем-то случаях в дальнейшем были признаны резектабельными. Наши результаты применения РЧА на почти 30 месяцев 5-летнего выживаем из 24%. Мы сравнили результаты повторных РЧА и повторных резекций печени пациентов с метастазами колоректального рака. В зависимости от оценки выживаемости, общей выживаемости от момента удаления опухоли кишки значимых изменений нет. От момента первой резекции печени РЧА либо R0 резекции значимых изменений также нет. А вот незначимые изменения появляются, когда мы сравнили результаты повторных РЧА на печени и нерадикальных операций. Вот если это нерадикальные операции, то изменение разницы значительное. Поэтому если нет уверенности даже интероперационно, что можно выполнить повторную операцию, то все-таки лучше выполнить повторную РЧА, результаты будут не хуже. Ну вот резекция печени использования РЧА я уже говорил, микроволновая деструкция. У нас более скромный опыт, 24 наблюдения и также еще плюс резекция печени с выполнением момента микроволновой деструкции была выполнена в 6 пациентах. Ну это данные УЗИ до, во время, после, в отдаленные сроки, через 5 лет после выполнения деструкции. Также применим микроволновой деструкции возможно выполнение резекции печени, чем тоже мы зачастую пользуемся. Литературные данные выживаемость до 50%, медиана 30-40 месяцев. Это наши результаты, вот на скромном таком опыте медиана выживаемости 26 месяцев. Криодеструкция по поводу метастазов с 2012 года было выполнено 55 вмешательств. В резерции дополненная криодеструкция 38, и по поводу метастатического поражения 26 пациентов, инструменты которыми мы пользуемся в основном они для авторитой хирургии, кроме кривой работы через полном вмешательстве. Ну вот сейчас мы пока начинаем внедрение нового израильского аппарата процент, пока вот только идет накопленный материал. этап оттазвукового мониторинга обязательно оттазвуковой контроль, этап навигации, формирование зоны ледяного шара, этап оттаивания и обязательный этап контроля на столе. Это методика выполнения криодеструкции с помощью аппарата Крио Эрби 4 с помощью гольчатого зона аппликатора формирования ледяного шара. Есть свои преимущества, их не так много, но они есть при выполнении лабораторного доступа, при выполнении криво, более точное позиционирование и возможность первую очередь формирования обходных анастомозов. Ну и возможность обработки более крупных образований. Размер очаг при криодеструкции должен превышать 5 см. Необходимо не менее чем трехкратное воздействие. С воздействием принципа быстрая заморозка, медленная тая, непассивная. Криод воздействие не менее трех минут в одном цикле. Необходимо, чтобы вся опухолевая ткань попала показания в общем-то они такие же как и при всех методах локальной деструкции. Данные мартаметастазы полурокитального рака, этапы кривого воздействия, данные УЗИ утрозвуковой мониторинг. Ну и вот так выглядит печень после выполнения криводеструкции. Данные морфологического исследования после криводеструкции, многие гистохимические исследования говорят о эффективности применения данной методики, но вот наиболее четко это видно по данным электронным микроскопии. Только после третьего цикла быстрая заморозка пассивного оттаивания мы получаем полное разрушение веклеточных структур. В ближайшие результаты осложнений не так и мало, 35%, но тяжелых осложнений немного, в том числе и было одно кровотечение в месте оттаивания, когда треснула капсула печени, но и один витальный сход, в ближайшем послеоперационном периоде. Значительно снижается болевой синдром, редко облучается его полное оккупирование данного дозона туринга, литературные данные. Наши результаты в сравнении слева это данные криодеструкции пациентов гепатериалным раком и выживаемость после криодеструкции по поводу метастатического погружения колоректального рака. Иммунный статус не так что легко и просто как и раки поджелудочной железы. Иммунный статус при метастатическом поражении печени на многом зависит от исходного состояния иммунного звена. Иногда требуется иммунотропная терапия, особенно если в печени проявляются какие-то очаги абсцидирования. Аналогичные данные получены нашими китайскими друзьями из фуда госпитал Гуанчжо, в общем-то эффект крио есть, значительный, его можно иммунотропной терапией еще и усилить. лазерной деструкции не так много у нас подобных наблюдений, всего 4 больных, но на нижней картинке вот у нас зона лазерной деструкции пытались сделать, а потом выполняли резекцию печени. Не произвело впечатление использования лазера, поэтому от него отказались. Пути улучшения неизвестны, но одно из основных это применение различных комбинаций. Комбинации методов локальной деструкции не в общем-то известны, но вот здесь применение различных методик крио деструкции на данном слайде и аппликаторы из метелида титана и крио МТ. Нередко мы используем методы локальной деструкции в дополнение к резекции печени в 32 поддонных наблюдениях. Вот та же схема также выполнена и резекции печени, и радиочастоток деструкции крио деструкции. Без резекции печени сочетание крио деструкции рча 9 наблюдений, этапы операции первым этапом рча, вторым этапом криводеструкция, сочетание микроволновой деструкции рча также 9 наблюдений, микроволновая абляция выполнялась на очагах расположенных вблизи магистральных сосудов, ну и сочетание ческоррозной радиочастоток абляции и химической абляции, то есть сведения спирта не так редко нами используется, 18 наблюдений, немножко потенцируется эффект радиочастотной деструкции и плюс можно создать какую-то зону безопасности. Если раньше мы первым этапом делали рча, а потом делали спирт, то в последнее время мы наоборот стали делать введение спирта первым этапом, создавая подушку и уже деструкция химическая идет, а потом выполняется рча. Ну, я уже сказал, всем пациентам необходимо проведение химиотерапии, у нас в последних наблюдениях была дополнена химиомболизации. Ну и данные методики имеют право на жизнь, особенно как этап комбинированного лечения. Спасибо за внимание.